Культуру поддержать, движение транспорта оставить без изменений. Такими словами начала свое выступление заместитель губернатора Ульяновской области Ольга Никитенко. На оперштабе по предупреждению распространения коронавируса затронули вопросы по контролю исполнения санитарных норм в период новогодних праздников. С учетом того, что все-таки погода зимняя, люди тянутся в жилище, находятся в каких-то помещениях, где риски, понятно, контакта, они увеличиваются. Конечно, очень влияет на данный процесс проветривание помещений, воздухообмен достаточный для того, чтобы разбавить концентрацию патогенов, которые попадают в воздушную среду. В продолжительные зимние каникулы для школьников и взрослых запланированы многочисленные онлайн-активности. Здесь же Никитенко просила всячески поддержать и культуру в офлайн, с сохранением контроля перчаточно-масочного режима и социальным дистанцированием. Также на заседании обсудили проблемы скопления людей в торговых сетях предновогодние дни. Проблема актуальная. Пандемия пандемии, а праздник никто не отменял. Больше всего правонарушений составлено в популярных торговых сетях «Гулливер» и «Пятерочка». С федеральными сетями проблем меньше. А вот в мелких торговых точках дела обстоят совсем грустно. Проверено 75 магазинов мелкой розницы. Из них практически 60% составляют с протокола. То есть у меня большая просьба глав муниципальных образований. Мелкие магазины не соблюдают масочный режим. Пожалуйста, обратите на них внимание. В новогодние праздники сотрудники регионального министерства агропромышленного комплекса совместно с корпорацией развития региона будут продолжать мониторинг состояния общепита и торговых сетей на соблюдение санитарных норм. По окончании зимних каникул региональный Минобор планирует, что школьники выйдут на обучение в том же формате, который действовал до Нового года. Если заболеваемость пойдет на спад, то оперативный выход в стандартном формате не заставит себя долго ждать. Школы, где менее 200 человек выходят в очном режиме, все 100%. Школы, где большее количество детей с 1 по 6 класс включительно обучаются очно. 7, 8, 9 и 11 чередуются по две недели очный формат и дистанционный. Мы предлагаем такой режим обучения продлить до 17 февраля, поскольку с 18 февраля у нас начинаются очередные триместровые каникулы. В заключении совещания обсудили, как быть прихожаном областных церквей в рождественскую ночь. Здесь также аргументы в сторону сохранения здоровья превышают духовные ценности. Верующих в помещение церквей будут пускать только в средствах индивидуальной защиты и с обязательным сохранением дистанции в полтора метра. Здесь же было сказано, что движение городского транспорта останется без изменений, то есть по расписанию выходного дня. Поэтому тем людям, которые все-таки планируют своим ходом отправиться на ночную службу, следует заблаговременно позаботиться о том, как они ночью будут возвращаться домой. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ.